мы недавно прошли дайнмар полностью все игры которые выходили все абсолютно новинки которые были все горячие проекты этого лета мы все прошли поэтому в принципе я мне проще сказать ну все прошли прямом смысле этого слова ты заходишь на youtube смотришь там все все пройдено в лучшем виде поэтому чего уж там говорить практически все которые игры новинки и прочее я стараюсь проходить мгновенно как можно быстрее в первые два-три дня по возможности конечно но стараюсь проходить это очень быстро немного больше 30 часов заняло меня ну 20-30 зависимости от того как ты будешь приходить и сколько раз ты будешь пробовать убивать того или иного босса понятно но в целом ты поняла ну и знаешь я так понимаю что это довольно долгая штука и мне как стримеру нельзя залипать в одной игре на 30 часов с хером по факту но тут как бы ну тут нюансы я некоторые игры прохожу но прохожу когда затишь я например могу закинуть а потом начать проходить снова но не потому что закинула потому что вышла какая-то новинка и мне нужно ее посмотреть и интересно это тоже новинка как бы на блин чат я пока болтаю с вами я чат читаю болтая нет я конечно против просто тем дашка это смысле код свеча не очень и тебе сейчас напомню мне потом поставить тебе ибку победительница не но я как стример прохожу очень много игрушек понимаешь некоторые игры например гораздо интереснее смотреть чем проходить но лично по моим меркам и ощущениям например тот же дайан марм не ладно даймар было интересно проходить но например смотреть некоторые игры мне нравится гораздо больше чем проходить я вот заметил это надо спейси мне отдать спейс например играть вообще не интересно но я это уже говорил но при этом когда я его смотрю мне довольно интересно потому что ну если по атмосфере все качественно сделаны проходят туда только вникаешь типа там так далее т.п. а сам геймплей он такой монотонный и неинтересный то есть двояко и некоторые игры реально интереснее не проходите смотреть плюс я как делаю я очень часто да я сейчас вообще практически все смотрю на скорости 1 и 5 или 175 или даже 20 но 20 это ну в общем на скорость 1 и 5 175 идеальная скорость для просмотра там каких-нибудь двух-трехчасовых стримов ну или даже часовых да неважно я все так смотрю почему потому что во первых это не портит звук если он качественный на стриме на видео но если он недребезжащий и прочее это не режет никак ухо совершенно это нормально воспринимается все абсолютно читаю слышится и прочее спасибо за подписку на микшер спасибо и скажем так интерес динамика и прочее на стриме ну вообще в видео возрастает смотреть интереснее ты можешь экономить время ты например посмотришь там четыре часа за два часа положим это тебе плюс и стримеру плюс потому что ты сделаешь ему просмотра причем полного видео и динамика опять же интерес полностью возрастает мне очень эта тема понравилась я щас всем рекомендую я сам смотрю на постоянке вообще 1 и 5 1 75 персик и заходишь на мои стримы на мой канал и просто врубаешь 1 75 или 1 и 5 для начала что привыкнуть и смотришь и господи это прекрасно да простите а улякся но имею право так найти коварный родник кровавый родник господи боже ты мой исследовать им место центр разрушенного города все не отвлекаемся идем а где тут уже полчаса центр разрушенного города и я иду за тобой я найду тебя так телепорт центр разрушенного города а блин центр разрушенного города большого и слышать а то куда мне хоть руины на это не то наверное так подожди а кровавый рудник это разве там где была бабочка олимпик она говори смысле кое-то и так это что я тоже не ожидал как я сегодня в начале стрима говорил мне спрашивали будешь это ее проходить или летать всегда говорю что когда я не знаю что за игра подобного плена я делаю стрим по ней например со сверж2 до я 일본 стрим по ней я смотрю что за игра если мне за часика 3 заходит я делаю по игре 3 варианта 1 вариант это когда за нее захожу играю 20 минут мне нравится или нет 2 вариант это когда игра на奇跡 часа полтора разбираясь что и как нравится или нет и конечный результат когда я ее прошел нравится или нет сураж 2 например не прошла проверка мне не особо зашла вот один стрим и я что не планирую больше проходить а что-то эта игра как-то я играю мере нравится прикольненько как бы интересненько весьма вполне вполне мур-мур-мур я не струксплорим with me есть стримеры которые могут зацикливаться на одной игре у них какой-то целенаправленный канал на какие-то целенаправленные игры а есть стримеры которые стримать все новинки и стараются просто рассказывать разные истории не разные вещи я например очень нравится проходить разные игрушки передавать разные истории переживать разные эмоции вместе с чатом делать разные фановые топовые моменты и прочее у меня нет никакой привязки к играм на канале в принципе. То есть у меня вообще все игры выходят. У меня есть, конечно же, какие-то основные, это хорроры, может быть, немножко ММО, но это совершенно не так. У меня на канале, если ты зайдешь, посмотришь, у меня там есть все. Доки-доки, литературный клуб, куча ужастиков, какие-то там Рэйдж 2, я не знаю, вообще какие-то платформеры, тот же Бладхаус, который выходил не так давно. Все есть. У меня полностью мультимедийная тема, и я стремлюсь именно на мультимедийное развитие и люди, которые играют в игры в целом. Я не хочу или не стремлюсь делать аудиторию из людей, которым нравится что-то конкретное. Я стремлюсь и хочу делать аудиторию из людей, которым просто нравятся игры. Нравится атмосфера, проводить вместе время, сидеть вечерами, там, не знаю, попивать чаек, весело болтать, спрашивать что как, советовать какие-то хрени, делать какие-то лузы. Во время стрима их бывает очень много. То есть именно такого плана я стремлюсь сделать в свою комьюнити. И у меня вроде как получается. Поэтому здесь нет каких-то прям, вот там у меня нет какой-то задачи сделать какое-то дико скилловое прохождение на 100 часов по какой-то игре. Нет. У меня есть... Я могу даже скипать игру, например. Если опять же мне она не зашла. Тот же Surge 2, например. Да, я вряд ли к нему вернусь, как я уже сказал. Но суть в том, что было много лузых моментов. Было прикольно. Мы хорошо повеселились на Surge 2. Это было довольно здорово. И вот я за этим гонюсь. Мне атмосфера нравится. Я делаю атмосферу. Мне нравится делать... Проживать какую-то историю каждый стрим. Понимаешь? Я не знаю, как это выразится, но у меня нет какого-то прям... Я прохожу игру только в том случае, если он мне реально заходит. А первоначальная моя задача делать сам стрим, чтобы людям было интересно на нем находиться и была атмосфера и комфорт. А остальное меня волнует меньше, чем это. Поэтому игра может варьироваться очень сильно. Она совершенно не играет никакой роли важной. Ну, я понимаю. Но этого стримера тоже можно понять. Новинки порой выходят очень много. Игры порой выходят очень огромным количеством. Например, когда летом был игропад, я прошел все новинки и сделал это всего лишь за три дня, прикинь. Я прошел весь контрол, весь эпсалон. Мы прошли еще какую-то игру, я уже не помню, но она есть на канале. До этого я прошел полностью еще там несколько игр. То есть это все было сделано буквально за считанные дни. Некоторые люди дают мне свои аккаунты поиграть. Это, кстати, приветствуется, потому что я не могу позволить купить себе все игры. Это довольно дорого. Мне столько не донатят, к сожалению. Донатите, если хотите. Я не буду возражать. И надо пройти быстро, что, во-первых, человек... Ну и плюс этот хайп-то... Ну, короче, нужно понимать, что стример это отчасти работа. И ты не то, чтобы можешь проходить игры так, как тебе вздумается. Смотри, какой ты стример. Если ты реально хочешь этим заниматься, тебе реально покайфует, ты реально хочешь набирать аудиторию, тебе надо заниматься этим немножко иначе. Тебе нужно топить. Ебошить. Поэтому я ебошу. Хватит пиз... Играй. Я запутался, куда мне? Олимпик, давай говори. Я немножечко... Я в итоге просрал всё. Я совершенно не против этого, но просто я в итоге стал вот это всё отвлекаться, болтать. Признаюсь честно, я совершенно потерял момент, куда нам надо идти. Кровавый родник на базе. Когда я сейчас только что телепортнулся. Не на базе, а на этой самой. Куда мне? Малым количеством зрителей нет смысла лезть в хайп. Не соглашусь. Но я в хайп лезу не только для зрителей, а в целом, потому что так или иначе новые игрушки, во-первых, интересны мне, во-вторых, пользуются популярностью так или иначе. Убиваю двух зайцев одним выстрелом. А на хайп и актуальные вещи лезть... Смысл лезть абсолютно всегда. Это факт. Просто не нужно забывать лезть на другие вещи тоже. Я вроде как стараюсь сделать баланс. У меня есть всё. И старое, и новое. Не, ну это да. Да я читаю, братан, читаю. Девочка моя, я всё равно стримлю в огромный минус. У меня оборудование стоит стойко, что мне столько не задонатят, мне кажется, с моими темпами роста канала и за 10 лет. Потому что я тут полтора года уже себя и занимаюсь, и мне не везёт. И на рекламу я тоже тратился, мне совершенно не везёт. Поэтому я просто стримлю по фану и для ребят, которым это пока. Так что меня об это не парит. У меня просто нравится. Надо быть полным шизанутым фанатиком, чтобы стримить абсолютно в никуда, а для нескольких человек, тратя на это огромные бюджеты. То, что я и делаю. И всё моё оборудование стоит не одну тысячу евро. Так что забей. Олимпик, объясняй. Следующая цель – найти кровавый родник. Цель путешествия – исследовать место. Центр разрушенного города. Я был в центре разрушенного города, и я даже не понял, в какую сторону, потому что там много чего. И да, мы очень круто здесь засиделись, но, думаю, не так, чтобы страшно. Так от центра разрушенного города. Блин, город огромный. Хочешь сказать, что мне сейчас просто бегать абсолютно по всему городу? Куда хотя бы близко, хоть примерно мне здесь телепортнуться? Разрушенный парк, стоянка или куда? Там до задницы мобов. Я не очень-то хочу просто брать и гулять. Хоть намекни. Я пока буду все локи чистить, чтобы дерево найти, это за... Ой, блин, забей. Парк вроде. Я, кстати, почему-то так и подумал, что парк. Не, я, конечно, просто мог бы там все локи зачищать, искать и прочее, но хочется немножко времени сэкономить. Итак, только что проболтали минут 30 и хоть здесь немножко времени сэкономим. Я не помню. Да, конечно, я тебе так и поверил. Он не помнит. Он, блин, победительница. Ты там размутилась, надеюсь? Группу ВКонтакте подписываемся, чат, подписываемся. Мне будет очень приятно. И человечку, который занимается редактированием группы ВКонтакте, за что им огромное спасибо и делает это очень неплохо, тоже будет приятно. Особенно, если вы будете комментировать то, что она пишет. Посты и прочее. Потому что этот человечек старается и абсолютно безвозмездно, за что я очень благодарен этому человечку. Наверное, может быть, не вот туда. Так, блин, подожди, я не очень понимаю. Да не забуду я хилиться, братан, не забуду. Чат, я нужна помощь. Ты знаешь, ты в любом случае облегчаешь мне задачу, потому что у меня на это просто нет времени. Вообще. Блин, и у меня даже пописать нет времени. Я под себя хожу. Вы этого не слышали. Не, ну серьезно, на самом деле, ты правда облегчаешь мне время. А это для меня очень важный ресурс, поверь. И то, что ты пишешь эти посты, так или иначе, мне реально помогает. Потому что, если бы не ты, я хз. Вон я Олимпику дал возможность, а Олимпик ленивая жопа еще хуже, чем вообще не знаю. Так, чё, намекни хотя бы поясни, чё мне делать, блин, я чё-то не понимаю. Это странное дерево, какое дерево? Дерево, где ты, йоу? Дерево, деревья, лестница, я в курсе, братан. Но с другой стороны, она закрыта. Может, она сейчас опустится, кстати, я не знаю. Я знаю, что мы не были на той лестнице, но... Мы ведь и подняться туда не можем никаким... Спасибо, капитан, но ты мог бы меня подсадить. Чё, чё-то я заблудился. Причём первый раз в этой игре я заблудился. Это мне не очень нравится. Как туда вообще добраться, бляхому? Так я сейчас там никуда. Статуя? Так, в смысле пощупай? Если ты про эту статую, то она не щупается. У меня была мысль пощупать статую. Но я не могу этого сделать. Чё-то там уже между собой спорят. Дошёл я до активации статуи, не дошёл. Я даже хз про активации статуи. Господи, чат, мне нужно найти, короче, кровавый рудник. В каком-то, мать твоей дереве. Ээээ... И я чё-то вообще не понимаю, куда мне идти. Серьёзно. Вот как бы вот тебе, короче, карта, и делать, что хочешь. А-а-а, я типа не при делах. Ах, я-я-я-я хз. Да пора вам телепортнуться в другое место? Может, не парк? Может быть, вход в руины города? Да я фиг его знаю. Так я не знаю, что за впадина. Ты так спросила, понимаешь, про впадину? А-а-а... Я же не знаю, что здесь конкретно называется впадина. Я просто уже во столько мест прыгал, что я... Что я не очень-то помню, понимаешь? Может, ты мне что-то хорошее скажешь? В конце концов, наконец-то кто-то здесь. Я ввелся, и... Все, у меня нет маски, и... Эта плачь, как будто есть монстры вокруг. Он спрашивает, пожалуйста, сделай что-то об этом. Я не могу... Пойдем со мной. И я помогу тебе, юный падаван. Или не помогу. В сторону стоянки еще один проход, по которому ты не проходил. Спрыгнув на лестницу. Мы должны бороться. Пойдем это! Ну давай попробуем. Так, я на стоянке. Если вы, конечно, про эту стоянку. Или вы, скорее всего, наверное, не про эту сто... О, ты кто? Ты же вроде как обиделся на нас, нет? Смотри, ты кримзон-сорда! Эй, давайте просто скажем. Я не имею время, чтобы бороться с людьми, как ты. Я уже в порядке крепления. И теперь лоб. Блин, все! Я просто хочу найти кровь для всех. Ластовый в парке? Нет, ничего, я не могу сказать. Потерянный в парке. То есть, таки он все-таки в парке потерянный, да? Там же была еще одна парковка. Мне никто не доносит на геймпад. А мой геймпад не подходит. Так в смысле я ведь здесь был? Или что-то не помню какого-то прохода. Ну, давай пройдем по новой. В принципе, ладно, это не так, чтобы страшно. Так, эти спят, но их, наверное, лучше сразу боится. Что-то я не помню, чтобы там было какое-то место, откуда я не выходил. Может быть... Дэхэзэ, на самом деле. А я и так и не научился. Я не понял, как вообще карту здесь смотреть. Во всяком случае, на клавиатуре я не понял, как это нажимать. Может быть, как-то и могу. Но не умею. Ну, я сейчас ведь правильно иду, если я... Если судить по тому, что вы написали, то я, по идее, правильно иду, да? Чат. Да, 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 чат. По идее, да, потому что у меня по карте нет ни следов. Я вот здесь не был. Так что, скорее всего, я правильно. Ну, вот я про пунктир, про следы, имел в виду. Так. Ну, давай, братишка, ты их пока убивай. Присутствие потерянных песков больше не ощущается. Вот бы ты был магом, который мог бы меня хилить. Это было бы так здорово. И я был бы так счастлив. Что такое победительница? Отчего так угораешь? Я не хочу на эту толпу мобов нарываться. Блин, их много, а я одна штучка. Ну, ладно, я два штучка, но все равно, их много. Давай подождем, пока они пройдут. Ну, их нафиг, а? Они стрёмные, блин, а я хороший. Андерсон, ли круга! Луи, слышь, расскажи пока, как твои дела. Так, жизнь личная. Кто такие Аллы и Мечи, например? Смотри, как у меня большой у тебя маленький. Алла, нехорошо, когда у девушки больше, чем у тебя. Смотри, какая, смотри. Видишь, видишь, видишь? Большой, 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 большой. Огромный. Алый клинок, Аллы, вот клинок. Понял? Да, вот клинок, вот клинок. А это клинок. Ну, валите вы уже, господи. Ой, блин, сейчас убью вас. А вы что, сюда идете? Нет, не сюда. Нормально. Ну, в смысле? Ну, в смысле? Псих, он у него маленький, какой у меня огромный. Что, я виноват, что ли, что у него такой маленький? Ужас прям. Аж ссыдно. За напарника. Пацаны, чокол. Погода-ка сегодня, говорю, хорошая. М-м-м. Что делают активаторы всяких разных вещей? Объясните мне, пожалуйста, чат. Мадам, вы прекрасна. Безусловно. Вы идеал красоты и божественная женщина. Одобряем, безусловно. Одобряем. Ох, я бы по такой ползал бы просто днями, месяцами, годами. Господи, это прекрасно. А стримеры умеют завлекать женщин, да? Скажи, чат. Луи, да делай же что-нибудь. Только быстрее, пожалуйста. Господи, какой-то долгий у меня. У меня проблемы с жизнями. Большие. Так, подождем, пока эта толпень пройдет мимо. Правда, хороший вопрос, в какую сторону и как они пойдут. А, нет, оттуда. Хорошо. Значит, они нас не заметят. Тяжело заметить двух совершенно неприметных людей. Поэтому понять этих ребят вполне можно. Работу они делают, это, знаете, как в меме. Я, говорит, работаю на это ебись, как и все здесь. Поэтому эта охрана, это как раз этот мем. Вот это дырища. Не тактично так девушке говорить. Между прочим, я стараюсь, чтобы она была... А, ты про эту? Господи, блин, противно. Я не о том подумала. Что ж, сразу выражался, точнее. А то... Я, говорит, у тебя маленький, а он, говорит, вот это дырище. Не тактично, не тактично. Ну, одобряю, одобряю. Ну, да? Слышь, дистанции. Я туда хочу. Там блестяшка. Что-то мне подсказывает, что я сейчас упаду и не поднимусь никогда. Но там блестяшка. 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 Говорит, мне вслед, когда я уже падаю вниз. Молодец, братан. Ну, или как-то так. Херово, братан. Херово я себя фил. Очень, блин, херово я себя фил. Ой, все. Я тоже первый раз упала. Да блин, я подумал, я достану. Но здесь прыгать нельзя. Это немножко сквер. Отстань. Отстань. Так, хватит меня жрать. Да, но я хотеть это. Мои души назад. Или как они тут называются? Дымка. Вон они, я их вижу. Я хочу их. Я не могу оставить лут валяться просто так на земле. Там целая куча денег. Я даже не знаю, сколько, но не важно. Мне нужны эти деньги. Я на них буду покупать мороженое и прочие прелести жизни, которые требуются обычной нормальной девушке. Ха-ха-ха. Ух, нормально? Нормально? О, блестяшка. О, господи. Это, наверное, надо было идти с другой стороны на эту блестяшку, да? Чтобы на нее попасть. А я же не знал. Ну, в смысле? Ну, в смысле? Не, ну, в смысле? Это, получается, я должен был как бы... Хотя я упаду и... Хотя, если так. Потом так. Оттуда, теоретически, можно доковыркаться. Так, чтобы упасть сюда, а потом упасть туда. А если я буду кувыркаться падая, я ведь не кувыркнусь вперед. Я все равно рухну вниз, да? То есть я никаким способом, даже каким-нибудь гличом не могу прыгнуть, да? Наш персонаж, в принципе, прыгать не умеет. Никаким способом, да? Снизу лист реактивируешь и все норм. О, серьезно? Я не знал. Ну, понятно. В общем, нормального человеческого или хотя бы какого-то подобия прыжка в игре как бы нету. Это странно, на самом деле. То есть как бы... Почему мы прыгать-то не умеем? В чем, блин, проблема? Механизм не работает. Почини. 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 Да что ты показываешь? Можешь больше, почини. Я Гордон Фриман. Почини, блин. Я молчу все время. Я Гордон Фриман. А, как там картошка фри? Фриманесса? Полчаса пропустил этот прикол, правда. Но вы можете посмотреть записи. Мы, между прочим, так и не выбрали ник. Фриманесса это совсем не то. Фринелла, может быть. Звучит. Не, ну опять же, как Сарманелла, блин. И-о-о-о-о-о. Самое забавное, что когда я спускался вниз, я еще такой думаю. Там лестница, там лут. Сейчас спущусь вниз быстренько, потом поднимусь наверх с помощью какого-нибудь телепорта и... Значит, лестницу возьму. Ага. Грей говорит на хардкоре, весело говорит, будет, ага. Ну я ДМР на хардкоре прошел, так что знаешь, Код Вейн, ты не такой же. Я беру немного больше, чем это, чтобы избежать нас от нас потерять. Давайте перейдем здесь. Тут мы его и потеряем. Звучит так, словно меня впереди ждет боль. Это называется Онигири. Это обычная еда, которая легко поднимается. Не, что есть никакой момент, чтобы съесть еда для Ревенера. Хотя мы можем плачать на кровь, мы никогда не будем плачать. Но все равно, я думаю, что это сделает еда для нас более значительной. Мы боремся. Мы плачем кровь. Мы восхищаем. Мы боремся на немного больше. Наши жизни в целом необычной степени. Но каждое время, когда ты идешь вокруг, ты почти забываешь... не забываешь... Обычно в Нигире что-то внутри, а не просто риск. Обычно в Нигире что-то внутри, а не просто риск. Так что... Я думаю, что ты можешь сказать, что это помогает мне оставить меня. Хм... Он был важным коллегом в моей жизни. А если бы я прилепил к своей девушке Нигире, то это смотрелось бы очень странно. Он бы объяснял мне, что такое Нигире, когда я вся облеплена в Нигире. Хм... Там была такая возможность. Блуд спринга вперед. Будьте осторожны, не потерять твои степени, хорошо? Если мы сплитаны в этой мисте, мы не сможем найти нас снова. Субтитры сделал DimaTorzok На Ютубе крайне важно. Они продвигают видео. Гораздо сильнее, чем лайки и просмотры. И комментарии надо ставить после хотя бы двух минут просмотра, как и лайк. Почему? Потому что Ютуб ни хера не засчитывает. Он засчитывает... Вы будете видеть комментарии и лайк у себя на экране, но при этом они будут только на вашем, мать его, экране и аккаунте. Но Ютуб его не засчитает. Посмотрели две-три минуты видео. Например, на скорость 1,5 или 1,75 или больше. Поставили комментарий и лайк. Посмотрели еще минуту. Тогда... И то не факт, но с большей вероятностью Ютуб засчитает. И ты приходи теперь это... Красный шелк? Ну похоже ведь. Ты приходи теперь на стримчики почаще. В группе ВКонтакте анонсы всех стримов. Имей это ввиду. Ну все, я вроде как... Я хочу вернуться назад. Я лифт активировал, не активировал? С помощью этой фигни нет? Не активировал? Эм... Наверное, скорее всего нет. Я просто хочу... Там лестница была, там лут лежал внутри. Мне жаба давит, блин. Я не могу лут пропустить. Мне прям горит, серьезно. Мысли сейчас об этом лучше. Я не могу. Красный шелк. Да, я... У меня евро. Я очень много откуда. Конкретно сейчас я в Таллине, в Эстонии. А вообще-то... Много откуда. Мы стримы проходили уже с четырех разных стран. За все это время. За полтора года. Сколько я стримлю нормально. Давай. А, только ты... Я понял. Там... Там лутинка. 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 Где была лутинка? Лутинка. Блять. Так и хотел. Если вы думали, что это было сделано случайно, нет, это просто был быстрый спуск вниз. Все было продумано. Стример профессионален. А вы бы спускались на лифте и прочее. А я вот как придумал. Скажи, чат. Удобряю. 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 Ладно, лутинка, ладно. Я подустал уже на самом деле. 5 часов 48 минут идет стрим. Обычно я так долго не стримлю. Но, признаюсь честно, игра подзалипла. Кстати, да, она первый раз сказала thank you. Бляха-муха, она, оказывается, умеет разговаривать. Я не Гордон Фриман, братан! Я не Гордон Фриман! Не знаю, брат, чем я радуюсь, он не такой уж и плохой. Но, блин, Half-Life 3 может быть выйдет. Но это не точно. Ты это видел? Видел? Не, ну ты видел. Иди проверь, иди проверь, иди проверь, иди проверь. Иди проверь, блин, иди проверь, скотина. Нет, ну ты вроде не утонул, значит ходить можно. Помоемся. Надеюсь, что мы здесь ближе. а я кстати не могу здесь бегать и ничего делать да получается а нет могу но это как-то замедленно получается я уверен что тут скорее всего много всякого говнеца и хорошего луда хорошо как-то я реально ловлю себя на мысли что я под залип в эту игру совершенно неожиданно для себя это что то что я сейчас делаю мне тоже нравится правда конечно я реально уже подустал поэтому начиная разговаривать меньше спасибо большое спасибо большое странно что у меня звук подписки почему-то на youtube такой ну ладно дима у меня что-то сбилось я в любом случае скоро буду менять алерты поэтому не страшно красавчик поставь на автомат и и и и Там есть авторрекост. Вы сможете автоматически настроить рекосты, чтобы они были сюда. У кого-то эти дни? Ну, обычно. Таблетки, политживот, как правило, обозначает примерно это. Думаю, отсюда можно залезть. Я ведь даже не этого добивался. Ну, это бывает. Олимпик, нет, у тебя просто из редности. Да ты издеваешься. В любом случае, давайте начнем. Союз нерушимый Советских Республик... Я не думаю, что она злая, мне кажется, она мирная. Она же маску сняла, в смысле? Да. 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 Ты не получила ничего, чтобы пить, Мия. Не будь милей. Пойдем, это для тебя. У нас там человек на базе есть, может из него пососете. Ну, не... Ну, ведь есть же. Кто вам в постапокалипсисе шьет костюмы, а? Мне бы вряд ли такой. Блин, почему в секьютере только просто апокалипсис начинает делать годную вещь? Да, я знаю. Пойдем после них. Не, ну у нас правда работает здесь человек, можно его пососать? В чем проблема? Пусть малой присосется к девчонке и будет ее сосать. По-другому даже не скажешь, если честно. Так что одобряем, одобряем. Никакого осуждения. Понимаешь, насчет этих жизненных ресурсов, у нас же особенные силы, мы же можем точнее могут остальные. Так что, не парься. Мы этих деревьев повсюду можем понаходить и делать из них всякие плюшки. Мы же сами можем эти слезы создавать, грубо говоря. Мама, не особенный, ты дебил, иди работай. Мама, я стример. В смысле, это из личной жизни, извините. Эм, где, блин? Шо тут? Слышь? А шо я сделал? Шо я сделал? Шо я сделал? Шо ты мне меч показываешь? Может длиннее, мы уже выяснили, с тобой что я сделал? Мм, какой закуток. Прекрасно. Подалим? Мы скоро выберем. Там кто-то газ запускают. Эм, просто! нарциссимо как нехорошо получилась она в смысле ну я в смысле и хорошо я че знал что я шел себе спокойненько я думал в тот уголочек зайти еще думаю какой-нибудь лут лежит наверняка конечно не ну в смысле ну так я ж дернул смысле я же чак дернул а нет не верну я даже не заметил ой все ой ой все я все равно не могу пасть сквозь воду вот так я бы всплыл и все я 15 лет плаванию занимаюсь я бы нормально всплыл ой все не правда хотя с такой гилдой конечно как у нее за спиной вот с этой вот я бы не сплыл но я бы и выкинул всплыл все ничего не знаю я сделал все правильно осуждаю капсом и кинюз так я бы выкинул минут пресс я понимаю что меч меня тянет к одному как я сказал я его выкинул что тебе важнее вытянуть меч и сдохнуть вместе с ним либо выкинуть меч и выплыть понятно что эта фигня хотя ты знаешь учитывая то что на его одной рукой поднимает мне конечно что с папье маше сделан серьезно не факт что он тянет он из пенопласта на самом деле мне кажется даже плавать будет блин ушла мысли ушла или смысле ушла если ушла то давай приятно но опять же группы вконтакте анонсу стримов я все думаешь скоро заканчивает надо бы уже потому что как бы вообще собирался еще хоррор постримить а мне поспать бы пожрать бы отдохнуть бы посмотрю какого хрена игра вы заметили на что я так делаю это я блин воду тебя смотрю на наличие обрывов еще этот нагнетает блин этот участок можно завали себе жизнь и лут гоблин и хочешь пофармить за мой 40 да я тебя просто шаталите шаталить един самое забавное что я смотрел все это время вниз в воду а потом подумал но наверное я придираюсь уже этого быть не может вроде как мы уже прошли тулака все где это было и перестал смотреть вниз в воду перестал не может обратно хера все равно не вижу на самом деле если честно я нихера не вижу в этой воде признаться так раз там стоит этот хрен значит пойди туда идти можно она ведь не точно блин чат там чуть витая я нет иди спи ну щас я закончу я все равно не спать пойду мне надо будет а то есть по этот по сериям короче разделить закинуть на youtube покушать а только потом идти спать надо будет еще подготовить все к завтрашнему форру и проще у тебя лапки это очень мило ты не поверишь но за меня тоже все делают рабы правда сейчас у моей сорки нет премиума потому что мне никто не доносит опять же чат когда вы не доносите одна сорочка страдает имеете ввиду так наверное я упаду на это не точно нет не должен по идее вот там обратно чат а и да и правда появился я даже не заметил он такой грозный что я даже не признала не ну да что-то может что-то умеет да я ни хера себе ладно это говно даже умеет стрелять сейчас он меня убьет но я рисуюсь и агры встретил грозного противника мы его убиваем он почти мертвый показалось что-то орлиный ключ шо это такое это какое-то оружие или это реально ключ просто выглядел как оружие на самом деле наверное это все-таки просто ключ давно кстати я не находил никаких предметов и никакого оружия это меня даже немножко расстраивать